Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о том, как сложилась судьба создательницы Мэри Поппинс Которая во многом списала образ известной няни самой себя Кто из нас в детстве не зачитывался книгами о Мэри Поппинс Не смотрел со своими детьми фильмы об этой героине Да, культовую няню знают, пожалуй, все Но мало кто знаком с судьбой ее создательницы Памелы Треворс В этот образ она вложила все самое удивительное от себя А некоторые моменты из жизни писательницы можно проследить в ее книгах Мы решили познакомить вас с автором книг о леди совершенства Если вас интересуют факты моей биографии То история моей жизни содержится в Мэри Поппинс Категорично заявляла Памела Треворс Вы наверняка не догадывались, но вся эпопея о Мэри Поппинс родом из Австралии Будущая писательница при рождении Хелен Линденгофф Появилась на свет там в 1899 году В семье банковского служащего Треворса Роберта Гоффа И племянницы местного чиновника Маргарет Морхетт В одном из интервью Памела говорила, что мистер Бэнкс похож на ее отца А миссис Бэнкс, возможно, немного похожа на мою мать Девочка научилась читать в возрасте трех лет благодаря своему папе Из-за финансовых трудностей ее отец начал выпивать Он умер, когда дочери едва исполнилось семь Пораженная горем мать сообщила дочери, что собираются утопиться в реке Однако попытка не увенчалась успехом Тем не менее, это событие оставило неизгладимый след в жизни Хелен Семья перебралась в дом к двоюродной бабушке Считается, что именно она и стала прототипом Мэри Поппинс Тетушка Сесс, как называла ее внучка, не была склонна к сюсюканьям с детьми Но при всем при этом оставалась заботливой и внимательной Уже в школе Хелен впервые продемонстрировала свои литературные навыки Начала писать пьесы для школьных спектаклей и рассказы Она увлекалась театром и музыкой, работала сценографисткой Позднее переехала в Сидней, там ходила на занятия в балетную студию И с успехом играла в театре шекспировский героинь В это время взяла себе псевдоним П.Л. Треверс Расшифровывающийся как Памела Линдон Треверс Ее стихи начали активно публиковаться Тогда она решила полностью посвятить себя литературе Ее, как и Мэри Поппинс, можно назвать кочевницей Она совершила путешествие по СССР Выпустила серию сатирических эссе «Московская экскурсия» В 1924 году переехала в Ирландию, где познакомилась с поэтом Джорджем Расселом Который был кумиром ее отца Он оказал на нее большое влияние и как человек, и как литератор С ним Памела находилась в платонических отношениях Вплоть до самой его смерти в 1935 году Она делилась с Расселом всеми своими литературными замыслами В том числе рассказывала о том, что собирается писать книгу о волшебной няне Впервые мысль об этом возникла, когда ей пришлось посидеть с двумя детьми Для которых она придумала историю о няне с саквояжем и зонтиком Первый рассказ из серии о Мэри Поппинс «Мэри Поппинс и продавец спичек» Вышел в 1926 году, когда юной писательнице было 27 лет Однако он не имел широкого успеха Но образ сказочной няни увлек саму Памелу В 1934 году Треверс собрала свои рассказы о Мэри Поппинс в сборник Однако не хотела публиковать их На том, чтобы явить их миру, настоял ее друг Художественным оформлением издания занималась дочь иллюстратора Винни Пуха Эрнеста Говарда Шепарда Мари Шепард Впоследствии писательница распорядилась, чтобы все иллюстрации к ее книгам о няне Выполняла только Мари Первая часть о Мэри Поппинс имела ошеломительный успех Последующие были не столь популярны Писательница всегда огорчалась тем, что в ее книгах видят лишь сказки Она говорила, идея Мэри Поппинс раздувалась во мне и рвалась наружу, как занавеска на окне всю мою жизнь Может, это она придумала меня, и оттого мне так тяжело писать автобиографию Настоящая биография — это история души Стоит сказать о том, что в детстве Треверс часто представляла себя курицей-насеткой Она любила животных и отличалась богатым воображением Так вот, Мэри Поппинс также была неравнодушна к животным Она понимала их язык и даже разговаривала с ними Возможно, понимание их языка было одним из несбыточных желаний писательницы Культовая книжная няня полна всевозможных странностей Она слишком упряма, часто грозится, немногословна и никогда ничего не объясняет Как и сама Треверс, которая никогда не распространялась на тему своей личной жизни Писательница также питала особую страсть к мистики И даже дружила с российским философом Георгием Гурджиевым, который стал ее наставником А также общалась с индийским духовным учителем Джиду Кришнамурти Долгое время она отказывалась экранизировать книги, так как считала кино вульгарным искусством В 1956 году Уолту Диснейме все-таки удалось выкупить у Треверс права на экранизацию ее книг А в 1964 вышел мюзикл Мэри Поппинс, который получил пять премий Оскар Памела принимала участие в утверждении сценария Но после премьеры фильма она настолько была потрясена увиденным, что заплакала из-за того, что Уолт Дисней многие ее поправки оставил без внимания В одном из интервью она признавалась Я видела фильм один-два раза Это хорошая картина, но она вообще не соответствует моим книгам Поэтому, когда Дисней предложил ей продлить контракт, она отметила решительным отказом Кстати, посмотреть, как создавался этот мюзикл, можно в биографическом фильме 2013 года «Спасти мистера Бэнкса», где роль Уолта Диснея сыграл Том Хэнкс, а образ писательницы воплотила Эмма Томпсон Известно, что Треворс никогда не была замужем, но у нее было много романов как с мужчинами, так и с женщинами Одним из самых страстных увлечений стала связь с ирландским плейбоем Фрэнсисом Макнамарой Яркими были отношения и с дочерью английского драматурга Фрэнсиса Бернарда В 40 лет писательнице предложили усыновить близнецов, которые были внуками литературного критика Джозефа Хоуна Однако она взяла только одного – Камилуса Памела всегда говорила сыну, что его отец погиб, а она ему приходится родной матерью В 17 лет молодой человек узнал о том, что у него есть брат-близнец, а мать ему все время лгала Отношения с ней испортились, примириться они смогли лишь незадолго до смерти Памелы Впоследствии приемный сын Треворс так и не смог устроиться в жизни, находя утешение в одной пагубной привычке В конце своей жизни писательница начала преподавать литературу в ирландских и английских университетах Памела Треворс умерла в Лондоне 23 апреля 1996 года в возрасте 96 лет Официальной причиной ее смерти стала эпилепсия Незадолго до своей смерти она говорила о том, что нельзя анализировать сказки Первое, что нужно сделать со сказкой, это полюбить ее и сохранить в себе На этом все. Читайте хорошие книги! Книги — это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни А свою умножаешь в тысячу раз В тысячу раз В тысячу раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok